Семь лет назад знаменитости мира обливались ледяной водой в рамках флешмоба, чтобы собрать деньги на поиск методов лечения такой редкой болезни, как БАЗ. Боковой амиотрофический склероз. Шостакович, Хокинг, Мао Цзэдун. Эти люди страдали БАЗ. Сейчас в России по статистике от 10 до 15 тысяч людей с болезнью. Как определить болезнь, как лечить, как помогать людям с ней? На эти вопросы отвечали специалисты научно-практической конференции, которая впервые прошла в Барнауле. Сегодня у нас в гостях один из организаторов конференции, директор благотворительного фонда «Живи сейчас» из Москвы, Наталья Луговая. Здравствуйте, Наталья. Рад вас видеть. Для тех, кто не в теме вообще, что такое БАЗ? А не в теме, я так понимаю, многие. Что такое БАЗ? Насколько это редкое, а может быть, сейчас уже и не настолько редкое заболевание, да? Насколько оно тяжелое? БАЗ действительно редкое заболевание. Оно встречается 2-5 человек на 100 тысяч. Именно поэтому статистически мы считаем, что должно быть от 12 до 15 тысяч по стране. Но заболевание неврологическое. Суть его в том, что разрушаются нейронные связи, и у человека потихонечку угасают ряд функций, такие как движение, глотание, речь. Человек не может дышать самостоятельно. При этом основной своей массе он остается в ясном сознании и сохраняет чувствительность. Он чувствует холод, тепло, что у него чешется нога, да? Но когда нет возможности это сделать самостоятельно, он нуждается в постоянной поддержке. Наш фонд занимается именно этим диагнозом. Мы помогаем по всей России. Это мы потом поговорим. Какую категорию людей поражает БАЗ? Я не знаю, может быть, возрастную какую-то там с детства или в определенном возрасте она проявляется, эта болезнь? Считается, что классический дебют где-то 50-55 лет, но мы все больше и больше видим более молодых пациентов, и к нам приходят на учет, встают и 30-летние, и 25-летние. И это, конечно, большая потеря и ужасная трагедия, потому что столкнуться с этим кажется просто невыносимо страшно не только болеющему человеку, но и членам семьи. Потому что когда на глазах твой близкий угасает, и ты чувствуешь себя бессильным практически, ощущаешь, что ничего нельзя сделать, на сегодняшний день нет никакой терапии. И по БАЗ нигде в мире не умеет это заболевание лечить, и оно достаточно тяжело диагностируется. Да, вот я хотела узнать о диагностике, почему многие говорят, живут с БАЗ, и при этом они не знают, что у них эта болезнь. Где-то ее диагностируют. У нас в России как-то научились, нет? Здесь вопрос не в России, а на самом деле даже в самых передовых, да, очень развитых странах, я имею в виду передовых по этому диагнозу, диагностика занимает в среднем от 7 до 12 месяцев. Нет какого-то простого анализа, где можно там, я не знаю, проколоть палец или взять кровь, или какой-то другой, и подтвердить, что это БАЗ. БАЗ в определенном смысле это болезнь-исключение. И на первых стадиях его частенько путают с другими диагнозами. И мы часто видим истории, когда предполагают, что это последствия перенесенного инсульта, может быть энцефалит, рассеянный склероз, то есть что-то гораздо более распространенное, нежели боковой метрофический склероз. И нужно исключить целый ряд неврологических диагнозов, и тогда мы можем быть уверены, что это БАЗ. Вот смотрите, такие люди, да, Хокинг, потом Мао Цзэдума, они все в прошлом веке жили, Шостакович, тогда было там как-то проще им, и сейчас стало ли проще этим людям и окружающим, их близким жить с этой болезнью, или ничего не изменилось, по сути, вот с того времени? Нет, конечно, очень много что изменилось. Во-первых, все-таки медицина шагнула сильно вперед, и много что... Уже у Стивена Хокинга был тот же аппарат дыхания, на котором он прожил больше 30 лет, да, вот ИВЛ, о существовании которых в прошлом году узнал, наверное, весь мир, появились средства коммуникации, потому что у Хокинга тоже была уникальная ситуация, он был первым, для которого Intel изобрел синтезатор голоса, да, и компьютер, которым он мог работать, управлять мышцей щеки и создавать там свои великие произведения, и в том числе там научные открытия. Сейчас мы можем... Это стало более доступно для широкой массы, да, и есть целый ряд механизмов, целый ряд оборудования, которые могут критично улучшить качество жизни пациента и продлить жизнь. Вот более доступно вы сказали. Мне кажется, что это все достаточно дорогостоящее, да, оборудование, как, допустим, поставили диагноз этот БАС, как люди его могут получить? Наверное, ваш фонд в том числе и этому помогает? Да, мы много помогаем и работаем с этим, и с точки зрения выдачи самостоятельно, у нас достаточно большой парк самого разного оборудования, но, скорее, основная наша задача – это обучить государство работать с данной категорией пациентов и обучить правильно помогать им. И вот как раз в рамках таких же конференций, как мы проводили здесь в Барнауле, мы и рассказываем врачам, что можно еще сделать, как правильно подобрать аппарат дыхания, как правильно подобрать откашливатель, когда уже нет возможности откашлиться самостоятельно, на каком этапе, когда поставить гастростому, чтобы у человека сохранилась возможность питаться, какие нужны подъемники, чтобы пересаживать, поворачивать, совершать какие-то манипуляции, как правильно мыть человека, как правильно ухаживать за… Все-таки, когда человек перестает двигаться, да, существует огромное количество сложностей, нарушается кровообращение, нужно регулярно заниматься, то есть нужны упражнения, и есть целый комплекс. У нас в фонде есть мультидисциплинарная команда врачей, мы этот образ как раз перенимали у наших зарубежных коллег, и именно такими навыками мы делимся вот в рамках региональных конференций. Вообще, я хотела узнать, ваш фонд, как он появился, и с какого времени он работает, и как вы общаетесь с людьми, много ли к вам обращаются людей из баз? Фонд появился благодаря инициативе пациентов, за нами не стояли никакие большие корпорации, и фонд открывали сами люди, столкнувшись с этим заболеванием, именно потому, что не могли найти ответы, не понимали, куда обращаться, не понимали, что с ними будет происходить. На самом деле, неизвестность – это, наверное, одно из самых страшных, что может происходить с человеком, потому что, когда ты понимаешь, что твое тело меняется и начинает постепенно отказывать, но ты не понимаешь прогноза, ты не понимаешь, как быстро это будет развиваться, это ужасно пугает кого угодно. А среди басовят, как они себя называют, встречается очень много энергичных, инициативных, очень сильных людей, и для них, конечно, психологически особенно тяжело так быстро терять. А быстро – это за какой период времени? Знаете, бас уникален тем, что практически нет двух одинаковых пациентов, он развивается у всех очень индивидуально, и это как раз приводит к сложностям в исследовании, но объективно есть совсем стремительные формы, когда еще вчера буквально там молодой, сильный мужчина занимался бегом, ходил на работу, через полгода он может оказаться не просто в коляске, но уже лежачим в постели. Все быстро очень прогрессирует. Да, но при этом есть ситуации, когда, более редкие, конечно, когда бас развивается, наоборот, очень медленно. И средняя продолжительность с момента дебюта диагноза 2-5 лет считается. Но при этом у нас есть на учете люди с бас, которые живут больше 15-20 лет. Вот вы, я так понимаю, ездите по всей России, тут решили приехать в Барнаул, потому что у нас здесь людей стало больше с бас, или с чем это связано? Нет, это... Нет, знаете, скорее здесь мы выбираем по... Сейчас пациенты у нас есть практически во всех регионах, и скорее мы ориентируемся на то место, куда проще попасть. То есть здесь мы встретили очень хороший отклик у Министерства здравоохранения, да, у врачей, и мы понимали, что мы едем туда, где людям правда, это интересно, важно, сейчас эта помощь хорошо развивается в рамках развития палиативной помощи по стране, и бас является палиативным диагнозом, поэтому в рамках конференции мы обучаем не только неврологов, но и палиативных специалистов. Большое количество вот неврологов и вот палиативных специалистов приехали на эту конференцию, и как они тоже вот делились наверняка с вами, как часто им приходится сталкиваться здесь у нас в крае с болезнью с бас? Вот вчера как раз был доклад одного из ваших кафедральных врачей, который работает на кафедре неврологии, возглавляет ее. Она как раз говорила о том, что по их расчетам где-то от 20 до 50 новых пациентов должно диагностироваться каждый год. Но пока они еще не выявляются, вот сейчас как раз врачи после общения с нами прозванивают тех пациентов, у которых диагноз этот подтвержден, чтобы как раз дать им возможность получить в большем объеме помощи, поддержку. С выявляемостью правда достаточно сложная ситуация, и в первую очередь именно это дает нам... Так, простите, сейчас. Выявляемость диагноза действительно достаточно сложная, и именно поэтому мы очень много усилий прикладываем к повышению осведомленности. Мы через разные форматы, через разные диалоги, развлекательные даже мероприятия стараемся привлекать внимание к этому, и это дает свой результат. Еще буквально года три назад где-то в среднем в фонд приходило 60, 70, 80 семей в год. Сейчас к нам приходит 40, 50 семей ежемесячно. И это даже не потому, что люди стали чаще заболевать, а именно потому, что они стали чуть лучше выявляться, и у людей появилась информация, куда они могут пойти. Потому что большую часть времени работы нашего фонда чаще всего те, кто приходят и встают к нам на учет, приходят со словами, мне поставили диагноз, сказали сделать ничего нельзя, идите домой и умирайте. И это, конечно, ужасное состояние. Получается, главная задача вашего фонда какая на сегодняшний день? Ой, мне кажется, у нас очень много сейчас задач, но в первую очередь, так как у нас уникальная мультисциплинарная команда специалистов, в которую входят специалисты по питанию, неврологи, палеотивные врачи, специалисты по альтернативной коммуникации. Потому что это же ужасно страшно, когда человек, оказавшийся бездвижным, не имея возможности печатать, разговаривать, но у него внутри сохраняется огромный целый мир, у него остаются эмоции, желания, ему надо их как-то выражать. И мы как раз помогаем подобрать средства коммуникации, которые позволяют общаться в дальнейшем. Есть специалисты, которые работают с речью, с глотанием, с физической терапией. И все эти аспекты, да, их, ну, многих этих специалистов, к сожалению, пока нет в рамках УМС, поэтому, кроме как в фонде, да, и в ряде мест, их больше особо негде взять. Плюс мы участвуем в исследованиях, как в российских, так и в международных. Мы занимаемся, у нас большой образовательный блок, мы занимаемся образованием младшего медицинского персонала и врачей самых разных направленностей. И, конечно, бесспорно, самый большой блок – это помощь людям уже с выявленным диагнозом. Вот смотрите, мы уже тут достаточно много наговорили. Наши местные люди, у которых вот диагностировали БАЗ, они могут к вам обратиться, да, они… Ну, потому что, я так понимаю, здесь у нас особо не к кому обратиться, чтобы оказали какую-то помощь, я не знаю, обратили внимание, ту же палеотивную помощь. Да. К вам фонд, да, вот просто как-то набрать, вы… Любой человек, зайдя на сайт фонда, можно просто в любом поисковике в интернете, набирайте фонд «Живи сейчас», у вас высвечивается первая строчка, и зайдя на страницу сайта, там есть кнопка «Встать на учет». Человек нажимает эту кнопку, заполняет анкету, и наша система автоматически присваивает ему координатора, который будет в дальнейшем сопровождать семью, отвечать на его вопросы, соединять его со специалистами и поддерживать во всех направлениях, которые нужны. Вот сколько, вы говорите, у вас уже таких людей, которым вы помогаете, с которыми вы на связи? На сегодняшний день в активной курации фонда порядка тысячи семей. А как, например, да, вот я обычный человек, там не страдающий вас, и у меня, может быть, даже нет там никаких знакомых, но я услышала об этой болезни и хочу помочь. Вот чем обычный человек может помочь? Ой, уж огромное количество вариантов. Начиная с того, что вот мы сейчас активно пытаемся развивать волонтерство. Фонд базируется в Москве, и нам явно не хватает рук в регионах, поэтому мы ищем волонтеров, которые могут организовывать какие-то мероприятия для наших подопечных. Банально просто прийти к ним в гости, попить чаю, пообщаться. Потому что когда люди вдруг оказываются заперты в четырех стенах, это же, ну, очень тоже сложная история. И им очень нужно и внимание, и поддержка, и при этом им нужно общение на равных, да, чтобы напротив него сидящий человек не смотрел на него со страданием и жалостью, да, там безостановочно. И отвезти к врачу, например, или, наоборот, привезти врача к ним, помочь там убраться или чем-то еще заниматься. Это же баз считается диагнозом семьи, потому что когда заболевают близкие... Естественно, да. ...достаточно часто, да, второй человек из семьи вынужден бросать работу, потому что он практически круглосуточно привязан... Может быть, тяжелее даже родственнику. Здесь, да, очень трудно оценивать, кому на самом деле это тяжелее. И именно поэтому какая-то разгрузка и помощь, там, посидеть там два часа рядом с этим болеющим человеком и отпустить его близкого, чтобы он сходил в аптеку, в парк просто сменил картинку, это уже очень большая помощь. Помимо этого нам очень нужны, там, я не знаю, информационная поддержка, да, это может доступно сейчас практически каждому размещать информацию там, о нас в сети, репостить наши социальные сети. Это может быть материальная поддержка фонда, да, как все благотворительные фонды, мы принимаем пожертвования, и фонд именно на них существует. И зайдя на страницу нашего фонда, можно оставить любое пожертвование или подписаться на регулярные пожертвования для фонда. Ну, я думаю, что мы вот ознакомили людей, что такое БАС, что за фонд у вас «Живи сейчас», и если кому-то нужна помощь и поддержка, пусть они обращаются. Конечно. И я думаю, что тогда людям будет немножечко проще самим тем, у кого болезни, и их близким. Спасибо, Наталья. Спасибо вам большое. А я напомню, что мы сегодня говорили с Натальей Луговой, директором благотворительного фонда «Живи сейчас». «Живи сейчас».